Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Сегодня отбылось урочистое открытие нового пожарного депо Ветковского районного отдела по надзвычайных ситуациях. В праздник Алькедзен прагучать опошние звонки и распочнуться летние каникулы. Як зарабить свой отпочинок корыстным, высвятлял Олег Синтероу. Золотый аккордеон Беларуси, спевак и композитор Ихар Квашевич наведал корму с концертом и майстер-классом для дятей. И больше подробно об этом не только. Сегодня отбылось урочистое открытие нового пожарного депо Ветковского районного отдела по надзвычайных ситуациях. Коллектив подразделения отрымал у подарунок не только обновленный будынок, усе необходные умовы, але и новую технику. Подробязности у сюжете Ганны Ковалевой. У деспечерской Ветковского районного отдела по надзвычайных ситуациях примают первые звонки. Ранее депо размещалось у будынку 60-х годов минулого стагодзя. Теперь же оно отрымало новый дом по улице Луначарского. До этого тут была профилактура и так обслуговывание автомобилей. Затем организация испынила иснование и двухповерховый будынок переобстолевали для потреб вырятовальников. Будовництво вялось с 2008 года. Для этого из областного бюджета выдатковали 3 миллиона 900 тысяч рублей. Видите сами, какие здесь условия, какая здесь спортивная база. Здесь созданы все условия для того, чтобы совершенствовать свои профессиональные навыки и обеспечивать службу на очень высоком уровне. На урочистое открытие депо прибыли министр по надзвычайных ситуациях Владимир Вашенко и старшиня Хомельска Хаблова Конкама Владимир Дворник. На мероприемстве прошли показальные выступления вырятовальников, работникам, которые унесли значную укладу будовництво, уручили у знахороды. Конечно, мы сегодня высказаны слова благодарности руководству области, прежде всего губернатору, который лично участвовал в этом. Для нас, конечно, это знаковое событие, когда выводятся новые подразделения для размещения спасателей. Во-первых, это и условия, потому что спасатель треть жизни проводит в таких условиях. Конечно, это создание хорошей учебно-тренировочной базы. А здесь созданы условия и для физической подготовленности, и отработки тех ситуаций, которые могут случаться в реальной жизни. Первые гости депо ознайомились с организацией службы и бытом его супрацовников. До речи, тут их 44 человеки. На узброенне 4 аварийно-вырятовальные машины. Причим, одна из них поступила на передо дни открытия. Такие подарки ДПО отримало от Министерства по надзвычайных ситуациях. Ганна Ковалева, Александр Мурашкин, телерадио «Компания Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Беларусь может побудовать в Египте молочно-товарную ферму. Технологии будут адрозниваться от аналогичных проектов в нашей стране. Корпусы для фермы будут не утеплять, а на дворот остуживать. За поставку обсталявания взялся гомельский вытворца. Доильную залу и стойловое обсталявание поставить гомель-агрокомплект. Специалисты этого предприемства побывали на месте будущей забудовли и оценили масштаб работ. Египетскому боку были представлены попередние проекты погоднений. Ферма будет различена на статоку тысячу голову. Беларусь выказала пропоновую укомплектовать ее айчинными живелами. Это очень интересная тема, очень интересное предложение. Они просят, чтобы мы там смонтировали наши холодильные установки. Мы просят, чтобы мы поставили в Египет 35 молоковозов, оснащенных всем нашим оборудованием. На Спартаку з'явится вытворчасть новых разновидностей у кондитерских выработок. У Мазырским районе на металлоконструкции будут наносить полимерное покрытие. А у центра города над Сожем з'явится буйный объект громадского харчавания. У Гомельским облаконками подвяли выники экономичного форума. В оселетнем экономичном форуме приняли удел представники 16 краин. У сего около 600 гостей. У выник купленных перамов отрымалось подписать 15 инвестиционных договоров. Их огульная сумма склала 70 миллионов долларов США. Дякуючи этому, в регионе повинны з'явиться свыше тысячи рабочих мест. Например, уже оселета стартует вытворчасть новых видов вафельных батончиков и цукерок на Спартаку. Дякуючи датскому капиталу, в Мазырском районе з'явится новая сучасная вытворчасть. Реализация этих двух проектов обыйдется у 7 миллионов долларов. А кроме того, у Гомеля на протягу одного-двух годов планует побудовать Макдональдс. Подписано несколько соглашений о создании объекта общественного питания на территории города Гомеля. Одним из претендентов на создание данного объекта являются представители известной сети быстрого питания Макдональдс. Хочу сказать, что заявился не только этот крупный сетевой представитель общественного питания, но и другие. Поэтому город Гомель будет определяться, кому он даст первый приоритет в создании данного объекта общественного питания. Представники мясовых органов Улады завтра проведут промы и телефонные линии. 27 мая на питание Жихару региона откажет старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает старшиня городского совета депутатов Ивана Фанасьевич Бородинчик. Звертаться в арта по номеру 75 19 84. Час работы промых линий с 9 до 12 годин. На Гомельщине подрихтована областная межведомостная программа занятости детей «Лето на корысть-2017». Сирот запланованного акции, конкурсы, региональные взлеты. У приватности школьники примутю делу спортивно-патриотичной гульни «Зарница», областной акции «Стартап креативности» и проекте «Лето у археологии». Корыстный отпочинок у материале Олега Сенсюрова. От здравленных будинков и зручностей на улице до сучасных теплых корпусов санатурного типа за последние 10 годов умовы летних отпочинок детей изменились кардинально. В детячем оздоровленном центре Пролеска каждый заезд – это около 500 школьников и выхованцев детячих садов из всей Гомельской области. Все выдатки оплачиваются за курс Державной Чернобыльской программы. Мы получили первую категорию в апреле месяце, поэтому наша база соответствует всем параметрам. Дети смогут получить процедуры электросветолечения, водные процедуры, различные виды массажа. Ну а самое главное, конечно, тут природный фактор – это лесной массив, сосновый бор и центр, который расположен на берегу реки Днепр. Калина дворы недождливые. На свежем поветре дети проводят по некольких годин. Занятки на любых густ, от катания на велосипеде до массовых гульнив. Наставники, которые сопроводжают группы, кажут, что суммывать часу практически нема. Алина, вот когда и захочется до дому, такое ожидание годка сникая. Даже если они заскучали вечером, где-то поговорили с мамой, с папой, то есть сказали, что мы уже скучаем, мы хотим домой, но тут же на утро они просыпаются, новый день, новые интересные занятия, поэтому все это быстренько проходит. Одна из головных задач детячих центров – оздоровление. У Реси практически все отпочивающие у прорезы с потерпелых районов, а прощатого далеко не ухуду есть сучастное медицинское обсталивание, что может дозволить буйный и рентабельный центр не за все до покешения района медицины, хоть сподобается отпочивающим, звучит не только лечение, но свежим поветре и эпитет отповедный. Тут очень вкусно кормят, каждый день дают выпечку, всякие вкусняшки, соки. Когда я приеду домой, я расскажу своим родителям и друзьям, чтобы они приехали сюда и увидели это своими глазами. Плануется, что этим летом на Гомичине у лагерях и санаториях отпочнуть около 40 тысяч детей. При этом, а прощат непосредственно оздоровление, им пропонуйте провести этот час еще и скоростью для огольного развития. Практично каждый лагерь дженого знаходжения будет иметь повинную на керунных деянности, социально-педагогичный, туристичный, военно-патриотичный, экологичный, техничный. В этом году запускаем новый проект, межведомственный проект. Это проект лагерей, профессиональные каникулы, где ребята смогут не просто отдыхать, но и смогут ориентироваться на получение будущих профессий, посещать предприятия, организации, пробовать себя в роли тех, кем они планируют стать в игровой форме, естественно. Непосредственно на базе Продески с 5 до 13 червня будет организованный палаточный лагерь для удейников областной военно-патриотичной гульни Зарница. В этом году на пройде у шестый раз еще один на керунок работы со школьниками волонтерский рух, как чекается удел у таких отрадок. У летний период примут около 13,5 тысяч человек. Это без улегу волонтеров, которые доброохотно допомагают выхователям подчас находжения в санаториях. По словам самих детей, это поперше и текаво, а по другое допомагают найти новых сябров. Мы помогали организаторам устраивать праздник для малышей. Мы сдружились, оказалось, что у нас очень много общего, и даже зовут некоторых одинаково. Поэтому мы уже не знаем, как мы будем расставаться, когда мы будем уезжать. Конечно же, обменялись номерами, будем поддерживать связь друг с другом. Всего лет областным управлением эдукации разум с длинными затекавленными структурами подрахтована межведомственная программа занятости детей и это на корысть 2017. Сарат запланованных региональные взлеты, разностранные конкурсы, туристичные вандровки. Причем все повинно быть организовано на профессийном узровне. На этом тыдне на Гомичне пришла проверка ведов начальников лагеров по пытаниях окового життя и здоровья детей. Скульптурная композиция с иншопланетянами заявилась в центре в этом году. И, возможно, это один, кто отчувает тут себе чужими. Для всех остальных на 24 дни прорезка повинна стать неродным домом, то место, где можно провести час с корыстью. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Толерадокомпания Гомель, Жобинский район. 120 городов Беларуси. Миновита стольки у географии музычно-аддукационного проекта «Беларусь-тур», у рамках якого выступает золотый аккордеон Беларуси, композитор и выканавца Игорь Квашевич. Разом с артистом наша здымочная группа завитала у карму. Турнепа Беларуси, инициатором якого стал сам аккордеонист, стартовала у вересни минулого года на его Малой Радзиме у Телеханах Брестской в области. На протягу года артист наведает 120 городов. Карма у гэтом списе стала 83-й по лику. «Беларусь-тур» проводится при поддержке Министерства культуры и Громадского объединения «Беларусь». Гэтый проект так само разповедает про фонд президента Беларуси по поддержке талиновитой молодзи, лауреатом якого з'является Игорь Квашевич. Я вообще получил образование здесь прекрасное, фундаментальное, и действительно создана система полноценного развития молодого музыканта, и это нужно ценить. Идется целенаправленная, серьезная работа по воспитанию молодых музыкантов. Таланты именно в глубинке не избраны, а именно оттуда. Масштабы концертного тура з'являются уникальными, як по терминах, так и по колькости выступлений. В каждом городе музыкант-виртуоз проводит доброченные сустречи и майстер-классы для детей, а у вечера у сих же горов запрашают на агульно-городские концерты. Первыми с ведомым музыком сустрелся коллектив и выхованцы Кармянского территориального центра социального обслуговывания насельництва. После этого Игорь Квашевич выступил для школьников у городским Доме культуры. Дети подшули музыку Иоганна Баха, знакомиты вальс Фредерика Шопена, а так само творы, написанные специально для баянной аккордеона. Эмоциональное состояние детей сегодня на концерте повысилось. Это они подтвердили своими аплодисментами. И, конечно же, мы гордимся, что вот такие визиты, которые нечасто балуют Кармянщину, будут способствовать развитию талантливой молодежи и развитию творческих способностей, музыкальных способностей для нашего подрастающего поколения. У меня очень трудно получаться на трубе, но я стараюсь. И буду хорошо себя вести и играть. Мы это проекты не только познаем в городжан с творчестью ведомого аккордеониста, а и знайсти талиновитых юных музыков. Лепшие таленты в осенью примыть уделу в галоконцерте и выступить в Минску на одной сцене с музыком. Анна Каральчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля отбулася, бадай, самая долгая чеканная кинопремьера года. На экраны вышел протяг знакомитого пригодницкого фильма «Пираты Карибского моря». У кинотеатра имя «Каленина» гетая культурная падея супроводжалася яркой и ведовищной театрализованной шоу-программой. Я ее ладила коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур» при поддержке студента у Гомельского державного университета имя Франциска Скарины. На некоторый час в фойе кинотеатра имя «Каленина» перетворилася у импровизованный корабель «Забау». Головная герой свята, харизматичный персонаж Джек Воробей и его верная команда пропоновали присутным отправиться у цикавое морское подорожжо. Яны демонстровали гостям энергичные танцы и проводили с ними веселые конкурсы. Мы каждый раз хотим порадовать нашего зрителя веселым мероприятием, привлечь его к нам на фильмы. Дорогие зрители, гости города Гомеля, приходите к нам в кинотеатры на наши фильмы. Будет весело, будет хорошо, будет комфортно в наших кинотеатрах. Мы все делаем для того, чтобы всем было хорошо. На большей части территории в области объявлены оранжевый взровень небеспеки. По прогнозам синоптика, сегодня ночью во многих районах пройдусь на больницы. Несприяльная метеорологичная зъява на выходных не чекается. Завтра переменная воблачность. Температура по ветру днем до плюс 19 градусов. Подобный характер на дворье повинен заховаться и в неделю. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалого вам вечера и до новых встреч в эфире.